Рамзан Кадыров может стать новым начальником Росгвардии. О таком переходе сообщают журналисты Вёрстки и Медузы. Именно перестановкой в силовом блоке источники издания объясняют действительно неожиданное заявление Кадырова о том, что он, цитата, «засиделся на нынешнем посту». Ас-салам алейкум, приветствуем всех. Это я опять со своим телефоном. Вот такие дела у нас там. Вот сейчас я узнал, что я самый долгожитель, да, среди всех глав субъектов, да, на первом месте, да, уже 15 лет, как я руковожу республикой, да, у нас у кавказцев, у членцев есть пословица, да, каким бы ни был гость уважаемым, да, он долгожданным, если он вовремя уезжает, то это еще бывает, да, приятный. Поэтому я думаю, что в мое время тоже, да, пришло, да, пока меня не выгнали, да. Так что вот такие дела, да, окажется, я уже старый, да, когда-то был молодым, самым неопытным, да, и сейчас таким, да, он остался неопытным, но молодость ушла, прошла, да, куда-то, да, не знаю, да, он, вот, вот такие дела, да, он, мы об этом уже начали думать, да, он, и постараемся, чтобы вовремя уйти, да, он. Саламу алейкум, ахмад, сила. Но кто же действительно в случае рокировки станет управлять Чеченской республикой? Одним из кандидатов может стать близкий Кадырову депутат Государственной Думы Адам Делимханов. В 2009-м Делимханова объявляли в розыск через Интерпол по подозрению в убийстве героя России, врага Кадырова, Сулейма Ямадаева. Спустя 13 лет депутат по указу Путина сам стал героем России, вероятно, за активную поддержку России же на войне в Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя заявление Кадырова, сказал, что Кремль в курсе его видеообращения, но пока эти сообщения никак не материализовались, что бы это ни значило. Заявление Кадырова и его возможное назначение в Росгвардии обсудим с журналистом Максимом Шевченко. Максим, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, насколько серьезно можно относиться к этому видео, действительно ли это говорит о потенциальной смене власти в Чечне, как вы думаете? Ну, я не думаю, что это на 100% можно утверждать, потому что Рамзан Кадыров неоднократно троллер общественности, троллил Кремль на протяжении последних 10 лет. Говорил он неоднократно, что он вот уйдет, что он устал. Это не первое его заявление, и каждый раз это вызывает такие громкие дискуссии и обсуждения. Но есть определенные нюансы. Такого времени, как сейчас, в 1922 году, до этого не было. В 1922 году Рамзану Кадырову было присвоено звание генерал-лейтенант Росгвардии. Это очень высокое звание. В руководстве Росгвардии сам Виктор Золотов генерал. Есть несколько генерал-полковников, и в том числе генерал-лейтенант. Это ниже генерал-полковника, но в целом это и заместитель директора Росгвардии, и один из начальников округов, это генерал-лейтенант. То есть звание генерал-лейтенанта позволяет Росгвардии претендовать на управленческую позицию в руководстве этого, безусловно, важного для современной путинской России силового ведомства, силового подразделения, которое обладает даже собственными авиационными подразделениями. Там есть, как раз, по-моему, генерал-лейтенант возглавляет так называемое специальное подразделение, которое занимается авиационной поддержкой Росгвардии. Поэтому я не исключаю, это же наши догадки, что это связано, может быть, и с этим. С другой стороны, Рамзан Кадыров не замечен в том, что он вдруг ни с того ни с сего берет и начинает кого-то там троллить и заявлять какие-то предположения о своей судьбе. Это всегда связано с какими-то конкретными вещами. Есть еще одна версия. Обсуждается, что в ближайшие годы Чеченскую республику хотят лишить достаточно больших федеральных дотаций, сократить вливание из федерального бюджета в Чечню. И наблюдатели, по крайней мере, говорят, что, возможно, заявление Кадырова является таким адресованным на самый верх заявлением, что вот, мол, если вы хотите меня лишить Чеченскую республику финансовой поддержки, ну что же, я готов оставить свой пост. В голове Чечни Кадыров является, безусловно, достаточно сильным ресурсом, который ориентирован непосредственно на Владимира Путина и его ближайшее силовое окружение. Поэтому, когда он говорит, что он готов уйти, то вряд ли он анонсирует так уж очевидно свой переход в Росгвардию, что мы исключать тоже не можем. Я думаю, что он говорит, что он может уйти в бессрочный отпуск. Слова имеют значение, и он вполне ясно и четко употребляет выражение «бессрочный отпуск», то есть не работа где-то в другом месте, а как бы пребывание в статусе некого такого вольного стрелка, вольного агента, что, безусловно, в современной ситуации для российско-политической системы будет достаточно серьезной проблемой, если такой влиятельный и обладающий таким мощным силовым ресурсом политик, каким является Рамзан Кадыров, нравится он или не нравится, станет вдруг свободным, находящимся в бессрочном отпуске человеком со всеми его деньгами, со всеми его подразделениями, с его семьей, которая совершенно не собирается отказываться, естественно, от контроля за экономикой и политической ситуацией в Чеченской Республике. Мне, честно говоря, непонятно, как эта ситуация может быть изменена Кремлем без каких-то жестких силовых действий. То, конечно, Кремль совершенно не хочет верить Кадырова в качестве такого свободного, знаете ли, вольно-наемного, находящегося в бессрочном отпуске человека. Это для Кремля будет проблема, которую, как бы решение, которое Кремль на данный момент просто не имеет. Поэтому я думаю, что это в какой-то мере не то чтобы шантаж, это, наверное, чрезмерно резкое слово, но, в общем, как бы заявление о том, что если какая-то часть власти, которая постоянно атакует так или иначе Кадырова, именно с финансовой точки зрения, это его самое, на самом деле, слабое место, потому что он сам сказал в январе 22-го года, что федеральные поступления в Чечню насчитывают 300 миллиардов. 300 миллиардов – это не очень большие деньги, на самом деле. Хотя цифра звучит как огромная. В общем, это сумма, сравнимая с дотациями других регионов. По-моему, там сальдо положительное бюджет 162 миллиарда в Чечне и так далее. В общем, он говорит, что, пожалуйста, я готов отойти от дела, если уже вы давите. Поэтому я считаю, что он скорее рассчитывает, что его заявление дойдет до Владимира Путина, которому доложат о том, что, вы знаете, вот ваш пехотинец, преданный вам Рамзан Кадыров, готов как бы оставить свой пост и, будучи по-прежнему генерал-лейтенантом Росгвардии, от этого звания и от этого поста Рамзан Кадыров не собирается, естественно, отказывается, контролируя силовой ресурс в составе как минимум четырех батальонов, подготовленных с начала спецоперации. То есть это уже полноценное боевое подразделение, достаточно масштабное, насчитывающее, по некоторым оценкам, около четырех тысяч бойцов. Это постоянное. А если еще взять резервистов в Чечне, подготовленных и прошедших подготовку, это порядка уже 20-30, по некоторым оценкам, 40 тысяч молодых людей или мужчин в военном возрасте, которые имеют специальную подготовку военную и которые, в общем, являются таким мобилизованным ресурсом. А, безусловно, такой человек в свободном плавании к Кремлю совершенно не нужен. Поэтому я думаю, что это обращение просто как бы попытка достучаться до Владимира Путина, чтобы он поправил тех, кто хочет сократить дотации Чеченской республики. Вот действительно, сейчас же Кадыров демонстрирует максимальную лояльность. Он такой активный боец на вот этой войне с Украиной. У него так много там действующих подразделений. Он так заявляет, он так предан властью, абсолютно лоялен, а власть пытается урезать ему содержание. Это действительно как-то диссонирует одно с другим? Власть не едина. У Кадырова всегда были непростые отношения с правительством, с теми, кто занимается бюджетом. У него были непростые отношения и с Дмитрием Медведевым. У него были непростые отношения с Алексеем Кудриным. Потом, как говорится, все это превращалось в его визиты в Белый дом. Их совместные фото в Инстаграме, объятия, фотографии с поднятыми пальцами, со всякими бравурными заявлениями, что, мол, брат, мы договорились, все обнимаем. Но в целом постоянно приходится доказывать необходимость достаточно серьезной финансовой поддержки Ченской Республики. В частности, то, что за прошедшие поугоданной на территории Ченской Республики создана лучшая, наверное, в стране база подготовки спецподразделений Росгвардии, об этом было немало репортажей, мы не открываем никакие военные тайны, естественно, то это тоже, как говорится, перенесение инфраструктурной опоры на территорию Чеченской Республики. Все эти истории с краповыми беретами и так далее, и так далее, и так далее. Но это силовая составляющая. А экономическая составляющая ему все время приходится в Москве выжимать и доказывать. Потому что в Москве есть люди, которые не симпатизируют Кадырову, которым он антипатичен, которые хотят уменьшить его влияние. Российская власть не едина. Если кому-то она представляется такой вертикалью, где как бы все выстроились под Путина, то это не так, поверьте. Есть разные группы, и эти группы по-разному относятся к Рамзану Кадырову. Для какой-то группы он является, безусловно, очень важным ресурсом силовым, а для какой-то группы, которая является очень важной в российской власти, он является проблемой. А как вы считаете, какие отношения у Кадырова с Золотовым? Хотя вот мы сейчас показали кадры, где они обнимаются, обмениваются какими-то букетами и радуются друг другу. Но все-таки это же такой потенциально конкурент? Нет, это не конкурент. Рамзан Кадыров очень обязан многим Виктору Золотову. Естественно, гораздо больше он обязан Виктору Путину, но Золотов это ближайший к Путину человек. Владимиру Путину. Что? Вы сказали, назвали его Виктором Путина. Это неважно. Да-да, я оговорился. Владимиру Путину, естественно. Виктор Золотов. Это просто как бы... И нет, безусловно, с Золотовым... Слушайте, ну он генерал-лейтенант Росгвардии. Адам Делимханов, генерал, тоже, значит, имеющий отношение к Росгвардии. Подразделения чеченских бойцов имеют отношение к Росгвардии. Ну, как-то странно предположить, что у него какие-то конкуренты отношения с Золотовым. Нет, я думаю, что это совсем не так. Я думаю, что Виктор Золотов является крупнейшим и важнейшим лоббистом Рамзана Кадырова в самых верхних эшелонах власти. И последнее. Если все-таки... Я не думаю, что Кадыров метит на место Золотова. Я думаю, что это чрезмерные домыслы. Я сам выступил с такой идеей. В моем телеграм-канале «Макс атакует». Но это, как говорится, фантастическая идея, потому что... А вот заместитель, руководитель Росгвардии, поверьте, это очень большой пост, обеспечивающий тому, кто его занимает, очень серьезное влияние. Директор Росгвардии – это особая фигура в современной России. Это человек, которому подчиняются сотни тысяч, сотни тысяч вооруженных, дисциплинированных бойцов. Национальной гвардии или, значит, Росгвардии, как ее называют. Поэтому я думаю, что скорее, если говорить о гипотетическом уходе Рамзана Кадырова с поста главы Чеченской республики, что еще, как говорится, вилами по воде писано, и далеко не факт. Я совершенно не уверен, что это так. То я думаю, что это все-таки не директор, а заместитель директора. То есть это было бы логично. Потому что там есть люди в звании генерал-полковника, и вряд ли Кадыров сразу получит звание генерал-полковника в течение одного года эти два генеральских звания это перебор даже для такого лояльного высшей власти человека. Спасибо большое. Это был Максим Шевченко, журналист, с которым мы обсудили вот это вот сенсационное заявление Кадырова о том, что он готов уйти в бессрочный отпуск. Вот бессрочный отпуск может уйти, но пока не уходит. Продолжение следует...